опять утопающий канал спасает подписчица и выкручиваются они со своими видеороликами только благодаря озону всем огромный привет очень рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видеть ребят я посмотрела очередное маски-шоу на канале доброе дело сегодня у нас помогают самой нищей семье прокопьевска и я думаю вы понимаете о чем я говорю семья из дома бабушки лилии лилии петровны оказывается настолько нищие что даже не могут купить себе крупы в общем видеоролике у нас игорь в самом начале рассказывает что привезли этой семье посылки и говорит число сначала 21 ну и потом поясняет что число 21 обозначает сколько посылок а вообще горюк 21 это очко и ты должен об этом знать ну в общем привезли 21 посылку но это не посылки это просто 21 пакет с магазина озон и в самом начале я заметила что аня уж очень ожидала игоря и уже заранее и предупредили что в доме будут гости с посылками потому что что она накрыла прям на ура и печенье там двух видов прям и конфетки и кофе и кстати дети были в школе а значит это рабочий день и и значит что мама и так называемый папа тоже должны быть на работе но и дядя тоже но почему-то здесь трое взрослых людей и почему-то они не работают по непонятной причине семья где трое несовершеннолетних детей не работают и поэтому видимо они так ждут посылок хотя не работают а стол накрыли интересно очень интересно но при этом они самые нищие но зато у них есть печенье и конфеты для самых долгожданных и любимых гостей в общем я не знаю ребят если бы наверное это просто был канал какой-то влоговый ну приехали к друзьям привезли какие-то подарки ну конечно же если бы за свой счет а здесь просто канал утопает и тащит его подписчики умудряются снять целую серию якобы помощи якобы ну такой малоимущей и нищей семье что уже ситуации хуже не придумать что у них как будто нечего есть и они голодают при всем том пригла приходят к ним в гости а у них накрыт кучей сладостей стол ну и где эта семья нуждается в помощи и если даже нуждалась бы так почему взрослые люди не работают имея троих детей почему их кто-то должен содержать почему должны их содержать подписчики почему они сами не могут заработать на продукты для своей семьи в общем распаковывали посылки целых 17 что ли минут и с такой радостью но малышка девочка все-таки стимбанула когда задали вопрос что в коробке находится как кто думает она с таким недовольным видом сказала учета там моющие для мутья там якобы посуды или чего и вся скривилась ну потому что девочка видимо ждала что в коробке будет что-то вкусное и каждый раз наверное когда открывают коробки она ждет какую-то вкусняшку а там вкусняшки не оказалось и в общем то куча крупы манки макароны и всякие паутинки и даже одну такую упаковочку и забыла название что была куча восторга а не что ой эти с пакете не прям такие такие дорогие ну прям космическая цена на российские деньги точно такие же точно такой же марки фирмы покупала бантики и стоили они сейчас скажу вам даже 50 рублей на российские не стоили и где такая цена что такие прям дорогущие и столько восторга неужели семья не состоянии купить себе рис пшено гречку горошек кукурузу горох для супа и даже масло слушайте сок неужели семья не может купить это сама они ж такие якобы трудяги они же везде помогают они же там кричали что там кому-то нужно на работу где-то что-то они спешили а сами они нигде не работают стыдно должно быть что три взрослых человека не могут сами содержать свою семью и кормить их должны подписчики я ясно что мальчикам выгодно подписчики или подписчица прислали и этим хорошо и этим прекрасно потому что видос запилили и денежка капает это самый лучший вариант видео и слушайте зрители подписчики там аплодируют стоя какие молодцы мальчики какие какая умница там подписчица и никто не может включить мозг что это не малоимущая семья и эта семья вполне сама вырастить прокормить и одеть троих детей здоровые лбы и рукастые же причем какие но почему-то их должны кормить и содержать подписчики доброделов конечно я каждый раз в шоке потому что видео уже настолько какие-то пустые ну просто пустые добрых дел настоящих абсолютно нет и знаете я думаю что этих дел добрых и не будет потому что уже столько серий посмотрев с разными а-ля героями понятно что реально помогать никто не хочет и за реальных героев которым действительно нужна помощь браться они тоже не будут потому что это надо тратить деньги а деньги тратить ведь не хочется хочется чтобы слали побольше подписчики и как мне кажется это одни и те же подписчики постоянно держит этот канал на плаву чтобы доброделы не рухнули окончательно потому что бабой гали просмотров у них было ой как много а сейчас канал совсем не интересны но зрители аплодируют стоя вот что удивительно в общем ребят ни о чем как всегда ни о чем почтальонное видео у меня наверное все я буду заканчивать и жду ваших комментариев жду вашего мнения и как всегда каждому из вас прекраснейшего настроения позитивных эмоций любви добра понимания ну и конечно же здоровья здоровья и еще раз дороге берегите себя и своих близких я вас обнимаю всем пока